Всем привет, с вами Артем. В этом видео я предлагаю вам ознакомиться с очередной еженедельной подборкой Jailbreak твиков, появившихся в Cydia на прошлой неделе. Очень красивое и качественное дополнение под названием Aspectus позволяет добавить панель для управления плеером в панель Reachability. При активации данного режима экран, как обычно, будет сдвигаться вниз, а на оставшейся части дисплея вы увидите кнопки для управления воспроизведением, регулировкой громкости, обложку альбома, название трека и исполнителя. Также по углам экрана будут две небольшие кнопки для перехода к плееру и включения режима перемешивания. Для установки данного твика вам не потребуется Jailbreak расширения Reach All. После установки этого расширения потребуется лишь задать способ запуска Reachability в параметрах дополнения. Следующий твик в сегодняшнем обзоре называется Echo. С его помощью вы сможете изменить практически любой системный звук в АЭС. В параметрах есть большое количество сторонних звуков, которыми вы сможете, например, озвучить изменение уровня громкости вверх или вниз, запуск или сворачивание приложений, открытие контрольной панели или панели многозадачности, открытие центра уведомлений. Есть возможность изменить звуки при подключении и отключении зарядного устройства. Также можно изменить звучание устройства во время работы с температурой или блокировки. Помимо выбора сигнала для каждого действия есть возможность выбрать уровень громкости. Многие из вас наверняка помнят Jailbreak расширения под названием Action Menu. Этот твик позволяет расширить возможности стандартного меню копирования и вставки, которое появляется при работе с текстом. Помимо стандартных возможностей дополнения позволяет быстро выделять часть текста или весь текст, вырезать его, искать в сети или выполнять другие часто выполняемые действия. На прошлой неделе для Jailbreak твика Action Menu появилось небольшое дополнение под названием Google Search Action Menu. Как понятно из названия, оно позволяет быстро найти выделенный текст в поиске Google. Включив соответствующий переключатель в параметрах расширения, вы увидите одноименный пункт меню при копировании или работе с текстом. Следующее расширение не отличается особой полезностью и позволяет отключить облачные вкладки в стандартном браузере Safari. Если вы не хотите видеть вкладки с других устройств в своем браузере и не знаете, как это отключить в параметрах системы, то смело устанавливайте твик. Еще один не менее бесполезный твик под названием No Voice Control позволяет отключить голосовой ассистент VoiceOver. Голосовой помощник Siri при этом остается включенным. Гораздо более полезное дополнение под названием Quick Replier for Viber 2 позволит вам быстро ответить на сообщения в соответствующем мессенджере. При поступлении новых уведомлений достаточно будет потянуть шторку вниз, появится клавиатура и окно быстрого ответа собеседнику. Запускать сам мессенджер при этом не придется. Небольшое, но полезное дополнение под названием Photosize позволяет добавить интересную опцию в стандартное приложение фото. При выделении снимков верхней части экрана дополнение будет показывать не только количество выбранных объектов, но и их размер. А при помощи дополнения групп Me вы сможете быстро отправить сообщение или iMessage в группе абонентов. Для этого будет добавлена специальная вкладка в соответствующем приложении. На этом все на сегодня. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!